что дорогие мои я сегодня буду готовить говядину по азиатски это у меня вот это говядина которую я уже нарезала вы увидите как я режу туда должны включаться обязательно лук болгарский перец морковка имбирь свежий если нет свежего можно и заменить сушеным обязательно острый перчик это у нас горлик чеснок по-русски и пучок зелени ну что дорогие мои в этом рецепте самое главное чтобы очень 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 тонко нарезать говядину сейчас я вам покажу примерно как она должна быть нарезана и это забирает больше всего времени вот примерно вот такие вот кусочки должны быть тоненькие совсем тоненькие в этом 99 процентов успеха все в нашего рецепта вот такие кусочки должны быть ну вот я режу это мясо очень тоненько 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 кстати никогда раньше не знала что так можно мясо резать это очень и очень влияет на мясо и на то как она будет потом готовится и у меня получилось посмотрите здесь кожа и какие-то жилы и вот я это к себе в мясо не буду ложить потому что это будет очень жестко и она не будет правильно правильной вкусности ну вот сковородка уже нагрета сейчас я накрою туда масло оливкового и первым делом мы обжариваем овощи это важно ну вот я это жарю примерно 5-7 минут я не понимаю когда в рецепте говорят попассируйте 3 минуты у меня так не получается что все будет готово нет оно еще не готово оно должно быть обогнутся, которое будет приятно вот я туда пиржик положила и гиджи положила чуть-чуть маленькую у меня посолила и поперчила вот наступает самый отечный момент вот так вот я сделаю мин овощи и потихонечку будет складывать сюда мясо вот я могу Это хорошо. Сейчас я тоже посолила, потерчила. И потихонечку постою, переворачиваю все тут. Овощи у нас уже готовы. Овощи почему нужно сначала обжаривать? Потому что тогда ему дадут вкус более интенсивным. Ну вот у меня здесь примерно полчаса по все это тушится, если жарится, я за этим присматриваю. Это меньше будет. Очень скоро, все уже готово. Значит там уже соль, перец есть. Перчик есть тоже горький. Помните, острый, красный у меня был. Еще нужно добавить соль и соус. Практически кон конец. Ну и потом уже потрушку. Ну а тут у меня варится рис. Скоро будет готов. Я только что кусочек масла туда бросила для вкусности. Один из самых счастливых сегодня это Манчестер. Сейчас вы поймете почему. Манчестер, сядь, сядь Манчестер. Манчестер, сядь Манчестер, сядь Манчестер, сядь Манчестер, сядь Манчестер, сядь Манчестер. Ну вот у меня уже полчаса это все тушится. Уже в таком виде оно в принципе уже съедобное. Если дольше тушить, то конечно мясо будет лягче. Добавлю немножко соевого соуса, чуть-чуть совсем. У меня уже там соль уже есть. И сейчас я положу туда мою тушку. Практически уже все готово. Покажу вам результат скоро. Вот мой рис готов. Кстати, кто угадает почему он желтого цвета? Ну не желтого совсем, а такого полжелтого. И мясо тоже готово. Сейчас мои мальчики будут пробовать. Ребятки подписывайтесь и ставьте колокольчики. Сейчас я буду его раскладывать. Вот посмотрите какой он вкусненький рисик получился у меня. Я положу сюда мясо и позову свою сыночку кушать. Лучше всего вот в таких вот аренках, чтобы ничего не разваливалось, ничего не растекало, чтобы весь соус был внутри. Я надеюсь, что ему понравится. Кстати, видите, овощи все еще там присутствуют, но уже в таком виде. Зато они такие мягкие. И от них такой вкусный, вкусный, вкусный вкус. Музыка 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 Музыка